Оренбургцы жалуются на новые правила начисления платы за общедомовые нужды. С января освещение и уборка подъездов в многоэтажных домах перешли в графу содержания и текущий ремонт жилья. Людям обещали, что таким образом придется платить меньше, но вышло все наоборот. Цифры в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги стали больше. Чтобы разобраться в ситуации, депутаты федеральные и городские встретились с представителями управляющих компаний и владельцами квартир за круглым столом. Валентина Поташова живет в четвертом доме на улице Монтажников. В начале февраля ей пришел квиток с суммами большими, чем ожидала. Начала разбираться и выяснила, что все дело в оплате за ОДН. Когда нам посчитали ОДН, нам включили насос, насосное оборудование. Но насосное оборудование не наше, оно не входит в домовое оборудование, оно стоит на городской трубе, но нам его все равно посчитали. Электроэнергию? И нам включили и посчитали норматив 3.91. В январе общедомовые нужды перешли из коммунальных услуг в жилищные и были установлены нормативы по свету, воде, а следы еще и по теплу. Все, что израсходовано сверх этих нормативов, должна оплатить управляющая компания из своего кармана. Наступит момент, когда вообще не только текущий ремонт не на что будет делать, а вообще даже обслуживать. Сначала мы начнем через день подметать, потом раз в неделю к вам будет слесарь приходить или будет только за наличный расчет. Новые правила начисления платы за ОДН вызывают тревогу не только у владельцев квартир, но и у управляющих компаний. Чтобы разобраться в ситуации, жилищники вместе с депутатами, федеральными и местными, сели за круглый стол. Народные избранники недовольны тем, что людям доходчиво не разъяснили о сути нововведений. В рамках партийного проекта «Управдом», который состоится в марте месяце, еще более подробно рассказать, ну и выйти через депутаты Государственной Думы на наше областное правительство с предложением, может быть, даже скорректировать тарифы. Есть компании, которые сегодня на этих изменениях решили нагреть руки и, соответственно, изменили эту статью в сторону увеличения. Наша задача – посмотреть, как он действует, посмотреть, почему сегодня, скажем так, принятие этого решения повлекло повышение. Разобраться, в чем же проблема. Это может быть математическая ошибка, ошибка это может быть умысел, или это может быть действительно повышенный установленный тариф, который надо менять. Вереги Ульманов, Владимир Семенов. Наше время.